Это раунд! Да, наверное, передаем все еще. Хотя, в принципе, мне кажется, что Мак тоже могла бы прокомментировать, например, пистолетный раунд. И у нас тут влетает Зеро, получает почти мгновенно на флайв месяц. С Таниславом остается вдвоем в этой атаке попытка постановки бомбы. С Таниславом уже в одиночестве, в гордом, и он тоже получит немножечко пирожочков от Оскара. Наверное, самый быстрый пистолетный раунд за сегодняшний игровой день. Мы решили у нас ничего не придумывать, ребята из команды Optic Gaming. Паровозик на точку Б, поставили бомбу, ну а потом по головам. По головам. Всем снова привет, с вами Кристалл Мэй и Инканис. Да, у меня не очень грамотная работа с плашками, честно говоря, и с ориентацией тоже сегодня. Последний день, четвертый день. Мы целых три дня работали для вас на протяжении где-то 30, наверное, 5 часов. И сейчас мы готовы рваться на четвертый матч сегодняшнего дня из девяти. Hellraiser против канадских оптиков. Так же, как и готовы у нас оптики, врываться на точку Бондик на красном. Но не спешат те самые оптические геймеры. Подходят по направлению точки А, Стико за погрузчиком. И имеется у него хорошая позиция и фармган, которую он тут же реализует на головушке. Миксвелла. Ангел не выпускает Станислава. Туда же идет Дабс. Нафлай только сейчас забирает Бондик, а последний Наф. Ну и Наф должен прилететь тоже к нему. Но все-таки он еще с собой забирает Стико, прежде чем пасть от Оскара 2-0. Хотя вот можно было два девайса не терять. Ну как девайса, там был Ангин Фарган и, если я не ошибаюсь, Фамас. Ну это не так страшно, конечно, с одной стороны. С другой стороны, неприятно. В любом случае. Оптики, с другой стороны, могут купить себе Гориллы Калаши, потому что ставили бомбу на первом раунде. Это у нас делал как раз-таки Станислав, так что ему можно сказать спасибо за этот момент. Что касается канадской команды, попробовали на Б, попробовали на А. На А выглядело намного более печально, но опять же, потому что не было девайсов. Но сейчас, видимо, раунд для мид-А. По логике должны пробовать через мидл. Они это и делают. Стико врывается под флешку на мейн, но никого не замечает. Там только один дабс, который под себя также получает уйму дэмэджа, который несовместимый с его жизненными показателями. Зеро добирает противника. 5-4, выход на Оскара. И у него нет АВП, у него только эммочка. И тут же она падает на землю. Станислав не промахивается. Найс. Четыре ствола просто выходили на Оскариш. Остается только стик. Здесь на девятке он должен подождать своих тиммейтов. И уже из-под ретейка HellRiders будут действовать. Вообще очень неприятно, когда ты один. Вся команда вообще далеко-далеко. HellRiders пропушили дверь даблой. И никаких дивидендов от этого не получили, потому что оптики находились совершенно в другой части карты. На флай, на вентруме контролят этот выход. HellRiders хотят выйти вперед, но восставшие из зада никак не могут запушить. Зеро открывает здесь раша. Миксвелл отвечает на бондика стика. Размены пошли в пользу HellRiders. Остается только Станислав. И Станислав падает. Стик не промахивается по голове противника. И бомба должна быть раздефужена. 3-0. Хотя казалось бы, что этот раунд довольно-таки симпатично смотрелся в пользу команды Optic Gaming. Но после ситуации с бомбой и установкой не смогли разобраться по позиции. Не смогли совладать с Зеро и компанией, которые под флешки очень грамотно ворвались. Получили опен-фраг. Оптики выбрали грамотный тайминг на выход на бэплэнд. Нашли там всего одного Оскара. Ну и дальше мы видели с вами. Станислав неплох. Петр сегодня смотрится. Каждый раз делает фраг. И движется очень-очень серьезно. Но флай. Какого же ниф-нифа прописал в голову Оскара сладчайший хэдшотик. Дракон-предводитель называется у нас этот Desert Eagle. Пока что предводитель он для головы Оскара, который отправляется за грань этой карты. На флай. Еще один выход. Но уже против Ангела не смог совладать. Хороший тайминг для Кирилла Карасева. Стико на белом отрабатывает Раша при попытке выхода через ангар. Но также сам Стико тоже просаживается по хп. Все же 25. У нас выход от Миксуэла, который все-таки нарует Стико. Но там Бондик не справляется с Дабсом. Их два в два. При этом Дабс еще и законтролил М4. Это очень серьезная тема. Станислав, кроме этого, с первым армором. Привет! Зеро! Зеро отлетел. Оставил Ангела одного. И Карасев должен здесь пытаться демонстрировать невероятный скилл. Или сейв М4. И выбор пал на второй вариант. Очень сложно. Нет диффузов. Нет позиций. Смог под ногами. Только один молотов. И сейв от капитана команды, восставших из ада. Да, есть лидерство. Но оптик гейминг вступает в борьбу. Первый раунд для этой команды. Поздравляем. Ну да. И восставать скоро из ада придется. Если оптики так пойдут дальше, то может повторить ситуацию с Flipside Tactics на их защите. Прошу прощения. Ну и Hellraiser 3.0. Сейчас превратятся в 3.1. Все еще экономика более-менее адекватная имеется. Посмотрим, что они смогут закупить. И оптики. Ну, мне нравится пока их темп. Вот что точно, точно. Так темп у них имеется. И довольно серьезный. А вот у Hellraiser, да. Все не так весело. Да, оптики темп хороший. Фейлят, конечно же, после установки бомбы. Но не в предыдущем раунде, дорогие друзья. Будет бай у Hellraiser. Напоминаю, что Ангел засейвил ВП, которое сейчас оказывается на руках у Оскара, у Томаша. Штясный. Также UMP45 от Бондика, Фамас, Устико. Две Мки, Зеро Ангел. Ну и пока все автоматические девайсы от команды Оптик. Очень большое скопление по направлению точки В. Hellraiser, там всего один игрок. Это Зеро, у которого пока что ничего не получается. На него выходит и сразу же его минусует. Мновеннейшим образом. Опять же, Ангел ему будет работать на ассисте. Здесь, на этой точке В, оптики пока что ждут. Но вот он и выход. Флешка, контрфлешка от Ангела. Зеро все еще держится на планте. Его пытаются поджечь. Ангел оформляет уже 2 кило. Адапсы Станислав оказываются на земле. Оскар промахивается с девятки. Однако и все еще есть Карасев. Но он точно так же мажет. Зеро вместе со Стико валится на пол. Как же они спреят, дорогие друзья? Ну как же так? Оставили у нас Раша Миксула. Да, просаженным по ХП, но есть у нас численное статус-кво от обеих команд. Бомба устанавливается. Миксула этим занимается. Ну и опять же таки, за смоком не могут выйти 2 игрока команды Hellraiser. Это Оскар и Ангел. Оскар красный. 17 хеллспоинтов на винтруме. Также готов действовать у нас один из игроков защиты, вернее атаки. Миксула отрубается. Равно как и Бонди. Господи, боже мой. Три минуса от Владислава Нечипарчука. На флай тоже валится на землю. И усилиями одного Бонди Слава берется этот раунд. Как же оптики не могут разобраться по позициям? Так а как тут разберешься? Такие тайминги от Hellraiser. Второй ретейк Бэплента. Очень и очень грамотное зажатие этой точки. И оптик гейминг ничего не могут сделать с защитой. Поставлены бомбы. Молодцы Ашеры. Здесь смогли справиться со всеми эмоциями. Опять же, Best of 1 серия. Ошибаться нельзя. Да, конечно же, все еще будет второй шанс. Сегодня же придется играть, правда. Но что касается Hellraiser. Они могут выйти прямо сейчас. Ясное дело, что легче сделать это именно здесь. Оптики отдают неотдаваемое, казалось бы, равное ситуация. При установленной бомбе. Но потом три минуса от Бонди. Да, хорошие тайминги. Но опять же таки, тайминги контрятся хорошими позициями и кроссфайрами, которые не выстраиваются. Но пока есть еще один шанс. Новый раунд. Новая жизнь для команды OptiGaming. Шестой по счету раунд. Ну, скажем так, деньги не самые лучшие сейчас в карманах у американцев. Есть Famous, у Mixville, а 4К, 47-х у остальных. И пока непонятно, куда же пойдут они всем своим скоплением. Ну и чех пока поставлен на девяточку. Контролит он с АВП. Hellraiser сыграют 2-1-2. Контролит Миды на Ангела. Кстати, OptiGaming играет вообще Миду. Они практически полностью на него забили. Вполне возможно, это то самое время, когда стоит подумать об этом. Да, именно так и делают сейчас канадцы на атаке. Они начинают использовать эту точку. Судя по всему, это выход на Виндруму вместе с сожимом от MainB. И там остается у нас Zero вместе с Оскаром. Именно они будут принимать эту точку. Оскар уже расчехлил свое АВП. Zero тоже за Железным должен танцевать. У нас на хэдшоте падает Ангел. Но еще имеется позиция у Zero. Но тут же проваливается. С верхней девятки не смог у нас действовать Оскар. Всего лишь 17 хеллспоинтов от него должен отходить. Бомба устанавливается. И OptiG также готов выходить на второй раунд. Но еще рано загадывать. Мы все помним, что у нас происходило в предыдущих. Ну и Дабс. Дабс его выход также должен пресекать от Бонди. И Караш тоже будет отвечать за Вентрум. Но тут же проваливается он. Стико убивает противника. Дабс разменивается. Стико еще один репик на Микс. Два в два. Нужен выход от Томаша прямо сейчас. Стико выдвигается. Оставил его Оскар одного. И его действия недостаточно. В этом раунде Дабс оформляет очень-очень много фрагов. По-моему, это квадрокилл был, если я не ошибаюсь. В этом раунде от одного из лучших игроков OptiGaming. Замечу я то, что OptiGaming не испугались, что в этот раз они не смогут остановить Hell Raiders в этом ретейке. Они два раза фейлили с этим моментом. Но в этот раз считали все позиции. Опять же, Оскар и его неуверенная стрельба с AWP. Она решала здесь слишком много вопросов. Но, Томаш, Томаш, не в этот раз. Да, OptiGaming пока что просто давит эту B-точку. Но в прошлом раунде получилось. На А они пока что забивают. Ну и наконец-то у нас в прошлом раунде, во всяком случае, расчехлилась АВП от Оскара. Но потом не последовали минусы. Соответственно, OptiGaming забрали очень важный раунд в плане экономики. Сейчас эко от HellRaisers. Да, шейры вынуждены играть с пистолетами. Довольно печальная для них позиция. Это честь ситуация. Но надо выбить пару-тройку девайсов. И тогда уже канадцы полягут в дальнейшем по вопросу экономическом. В теке пока что выдерживают паузу тактическую. Rush дает буст. Точнее, ему дают буст. Он выдвигается в сторону миды, смотрит на все углы. И HellRaisers не из тех, кто занимает этот мидоу довольно агрессивную позицию. Очень пассивный раунд. Да, от OptiGaming читает экономику своих соперников. Будет у нас выход по направлению точки B. Там один-одинешник Ангел. И тут не позавидуешь Кириллу Карасеву, который падает. Тот Станислава Капитан убивает Капитана. Дорогие леди и джентльмены, точка B вновь горит огнем сражения. И, ну скажем так, оптики вообще забыли, что имеется на карте кэш еще и А. Такое ощущение, что мы на Инферно. Время DreamHack'а и ESL Pro League. Потому как там просто обутили B-Plant до смерти. И здесь то же самое. Крадцы прочувствовали, что Zero тот же самый, например, который является опорником на B-Plant. И то же самое касается Оскара. Сейчас не выполняет поставленные перед ними задачи. И поэтому можно прорывать. Вопрос был только в ретейке. И эту проблему они уже разрешили в предпредыдущем раунде. Оптики сейчас будут играть уже против девайсов. Причем мы видим то, что имеется FAMOS и UMP-шка FAMOS. И только одна М4 от Бондика. И Оскар взял себе свою любимую большую зеленую винтовочку. Ну и джентльменский набор от оптик 4К47 Mixwell. Да, это АВП. Наконец-то появляется у испанского легионера команды Optic Gaming. И это будет раскидка наконец-то точка А. Но опять же таки Ангел готов тоже агрессировать по направлению медла. Одновременно с этим Оскар пушит B-Plant. Так что если Hellraiser снайдует тайминги, то они смогут застать просто плохо оптиков. Ангел пропушил еще и ангар. Теперь Бодик говорит привет Станиславу. То сразу же отлетает налево и направо на F-Life. Отвечает на Ангела. Ну и ситуация 4-4. При этом Зеро подпушил. Рашбл к этому не готов. Mixwell отвечает на стиха. Оскар пытается здесь сделать важнейшие фраги. Не дать пропушить на B-Plant Opticum в очередной раз. Раскидать B и выйти на A. Вот именно так можно назвать этот фильм. В участии Дабса на Flyer и Mixwell вместе со своими тиммейтами. Зеро будет готов заходить в спину. Опять же таки бомба у нас уже должна выходить. Но у него есть контроль над ней. Она просто вне позиции. Оказывается точно так же и жизнь на Flyer. Бонтик его забирает. Почему не пушит Зеро? Почему они выходили на top-back, когда бомбы нету? Они почему-то не подобрали просто после потери бомбы-носителя. 42 секунды у них, правда, есть для того, чтобы разобраться с этой темой. И HellRaisers, мы видим то, что у нас бондик поджимает с мида. Он будет выходить с вентиляции. Интересное решение. Зеро остается Соло здесь. И он находит свой фраг на Дабса. Одного из самых лучших игроков в Optic Gaming. Низуал остается один испанец в составе канадцев. Раунд имени Зеро. Или Зеро. Зеро пока что шансов у команды Optic. Действительно, такое безалаберное действие. Почему бомба шла сама через коннектор? Почему не пошла через вентили, где было большое скопление от оптиков и была возможная хелпа? Большая ошибка. И сейчас HellRaisers выходит в лидерскую позицию уже в два раунда преимущества. Большая ошибка и много последствий. Да. 5-3. Тот счет, который нравится. HellRaisers, однако, оптики взяли три раунда на слабой стороне до кэша. И это еще только начало. О, скорейш. Мутит мутки. И Томыш справляется с Таниславом. И Петр уже не удел. Без головы. Оказывается, у нас ребята из команды Optic Gaming. Капитан Паул смертью храбрых. На флай разменится на Ангеле. Еще один капитан падает. Просто звездопад капитана. В 4-4. Перестает картина этого раунда. Но по хп довольно-таки симпатично смотрятся у нас Ашеры. Врыв от Стику Миксел. Какие тайминги, господи. Он не успевает переключиться на АК. 40 смей Стику забирает. Но Раш разменивает. 3 на 3. Да. Размен 1 на 1. Довольно симпатичное. По вопросу капитана пада. Я бы сказал, здесь довольно интересная ситуация. Ну и Зеро контролит. Все еще по плану с одной и той же точки. Замечу, он действует обычно. И он раздамаживает Дабса. У Дабса не получается пройти дальше. Но он попробует со второго выхода. Точнее второй раз. Но уже с вентиляцией Зеро. Этот момент читает. Тут целых три игрока канадского коллектива. Холл Рейдерс только один. И на перетяжку пока не работает никто. Зеро должен отбиваться один на него. Это получается, но убивает Дабса. Но одиночество. Одиночество не продлится долго для Зеро на этом Бэпленте. Да вы шутите. Бодик читает попытку выхода с вентиляцией на мидл от Раша. И тот падает смертью храбрых. 6-3 становится счет. Холл Рейдерс просто затыкают все дырки в стороне канадского коллектива. Вновь попытка выхода на точку Бэпленте. Да что ж ты будешь делать? Оптики, прекращайте с этими действиями, с этими мувами. Уже 10 раундов прошло на этом кэше. И только у нас пытались североамериканские ребята выйти именно по направлению точки Бэпленте. Ну и сейчас вынуждены сливать. Недефолтные пистолеты. Три ТЭКа. ТЭКа, извините. П-250 от Станислава. Также имеется смок и первый армор. Дабс сливает полностью. Глок 18. Какая хаешка сейчас должна залетать? Ангел находит в голову Дабса. Красивейший хэдшот от Кирилла Карасева. 5-4. Картина раунда маслом для оптиков. От Кисулина Байкарась. Там должно написано сейчас быть на миде. Потому как Ангел очень-очень красивый фраг. Здесь показал оптики. Вынуждены пушить именно Аплент. Неужели именно без девайсов надо пушить А? Может быть у них плейлист какой-то истик. И находится в фраг на миде. Точнее на мейн. На флай тем временем добивает Станислава. Говорит, парни, мы не отдаем своих. Мы просто убиваем их. На флай поедаль следующим остается только Раш. Который точно так же, как и все его тиммейты, не справляется ни с кем. Хеллрайзерс не теряет ни одного девайса. Их экономика постепенно выглядит уже очень и очень серьезно. Ну и от оптиков тоже идет на спад. Опять же таки, они очень много раундов не устанавливают бомбу. Из-за этого некоторые будут вынуждены в этом уже одиннадцатом по счету играть с Галилом. Да, будут АК-47, но на флайф оказывается вне хорошего девайса. Но опять же таки, мы-то знаем, что этот парень очень круто стреляет. Фармган от Стико. Очень интересное решение тоже. Емпешко от Ангела уже под себя получает оскорочную гранату. 60 хеллспоинтов остается. Просто Оскара тоже пресекает по направлению скрипа. Выход от на флай. Опять же таки, очень агрессивно играет этот парень в одиночку. Нет связки, потому стоит все-таки отойти. Стико пропушил дверку. Сражается против этого самого на флай. Соло на соло. Серьезная дуэль такая. Хайнун скоро произойдет здесь. Бонди к тем временем на погрузчике. И будет, судя по всему, аркада на мейн. Именно так. Нет, Оскар просто проходит сквозь моб. С АВП ловит микс вон на его прыжке. Почему ты прыгаешь здесь, испанец? Сказал ему Оскар и устроил ему мини-корриду. Да, еще одно расчехление АВП от Томаша Штясны. Но этот чех пока что включается. Пока что разыгрывается, разгоняется. Ангел в агрессии. Очень агрессивная позиция. Но опять же таки, есть позиция от Зеро, который должен прикрывать. Он этими и занимается. Дапс не досчитал со своей головы. Ангел тоже продамажил у нас на флай. 28 хеллс-поинтов. Станислав тут же отрабатывает. Три на четыре будет выход на Зеро. И он на дефолте тоже падает на девятке. Оскар должен устраивать фотосессию. Не попадает по рашу. Бомба устанавливается. Нам нужен чех здесь. Кричит Стика. Срочно подкрепление. И выход с УЗИ от одного из самых молодых игроков. Хэлл Рейзерс. Гайсон вместе с Бондиком. Они вдвоем должны разнести лицо на флай, у которого 3 хп. Но он справляется с одним. Неужели? Нет. Все-таки Стика совладал с эмоциями. Но с этим моментом его уже не совладать. Потому как, да, у него есть диффуза. Но времени не хватает. А, стоп. Прошу прощения. Он все-таки пойдет. Я что-то не совладал здесь с звуком. Потому что у нас просто очень-очень тихий Counter-Strike. Мы даже не слышим, как бомба тикает. Ну, а то, о чем я говорил, дорогие друзья. На флай. Единственный горилл и очень много работы сделал. АК-47 проваливалось один за другим. Но потом Нав все-таки смог до последнего бороться, как лев в клетке. Но там его запер Стико. И 8-3. Хэлл Рейзерс побеждает на первой половине карты кэш. Они пока что ближе всего находятся к тому самому заветному выходу на девятый по счету Major Tournament. Именно так. И Tech N9 в руках у канадцем говорят о том, что с экономикой это проблема. И Ангел поджимает миду. Он делал уже это не раз. Вполне возможно, что прочтут в этот раз в оптике данный мув. И Хэлл Рейзерс, кстати, не имеет ни одной по факту опорной позиции. На Апланте Бондик все-таки уходит под угол. You smoke. Бондик за красным отрабатывает Станислава. Прежде чем ослепнуть Стико. Также за токсиками здесь воюет. Но не получается против Раша. Оскар тут же отрабатывает у нас Раша. И Бондик не выпускает Миксвелла. За дальним танцем продолжается на флай. Отключает Бондик от 2 в 3. Ну и Ангел как же все-таки проходит. Господи, какой провал. 2 в 2 бомба поставлена. Можно попробовать здесь разыграть для оптиков. Реальный шанс дарит Хэлл Рейзерс на анти-экфорсбайе. И Оскариш отрабатывает на флай. Без всяких сомнений он здесь способен показывать намного более сильную игру, нежели в предыдущих раундах. Уже трипл килл в этом. Ну а до этого немножко не хватало уверенности в его стрельбе. Но видимо Чех нащупал. Нащупал те самые тайминги и ту самую стрельбу, которую мы так долго от него ждали. Ждали, ждали от Чеха. Есть у нас, кстати, еще один игрок из Польши, у которого, кстати, вот никнейм Оскариш. Ну а тот самый Оскар намного более успешно выступает за команду Хэлл Рейзерс. Опять Оскариш, ну просто ты называл. Да-да-да, пару-траку раз, потому что звучит как чешский. Да, чтобы людей не обманет. Ну в любом случае, да. Оскар и Оскариш в любом случае мы не путаем, дорогие друзья. Это не один и тот же человек. Ну и Стико за белым у нас танцует. Раш, уже десант вместе с Танислом. Но они оба разваливаются на флай. И тут же за ними Раш отвечает. Но опять же таки численное преимущество для команды Хэлл Рейзерс. 4 на 3 Раш, тоже очень красный, 23% здоровья. Где же артиллерия от Миксвелла у Оптик Гейминг? Его практически, а ВП его не видно. Я даже не знаю, стрелял ли он хоть раз из него. Честно говоря, Раш тем временем с 23 хп пушит мидл. Хочет законтролить эту бомбу, которая лежит. Брошенная, грустная, одинокая. И все-таки он ее приголубил сейчас и попробует доголубить ее до одного из плентов. Да и вообще все грустно достаточно для команды Оптик Гейминг. Втроем выходить. Опять же, Раш, один из самых лучших хаймеров своей команды. Очень красный. У него есть молотовый, есть флешка, также хаешка от Дапса. Но нужны активные действия от Миксвелла, которые абсолютно не показывают себя на карте Дэкэш. Выход через мидл Оскар. Там уже за плентом, за красным готов отрабатывать. Бондик тем временем не выпускает Дапса. Оскар падает. Миксвелл был более успешным в этом фликшоте. Бондик тут же палится за погрузчиком. Миксвелл промахивается. Бондик нет, не выпускает. Ну и последний раш нужно идти на сейв. Даблшот от Миксвелла. Ни одного патрона в цель в этой борьбе против Бондика. Да, он оформил минус один, но в ситуации 3 в 5 это слишком мало. Хеллрейзерс тотально доминирует на первой половине. 10-3. Опять же, экономика шикарная. Оптики пытаются хоть как-то, хоть что-то, хоть куда-то. Но мы видим, насколько непримиримы Хеллрейзерс. Просто шквальным огнем они встретили своих оппонентов на миде. Ну а дальше уже делом техники было довести свое преимущество до победного конца. И теперь 14-й раунд. И, честно говоря, если оптики не берут два подряд, то задела никакого нет. Буквально это провал. Но вдруг конца соберутся. Вдруг даже на флай начнет стрелять, которому дали снайперскую винтовку. С чем я полностью согласен с таким решением. Возможно, даже поздно. Но Миксвелл понял, что сейчас не его день, не его стрельба. Поэтому он берет Горилл в этом раунде 14 на 3-10. Не тот счет. Опять же таки, аналитика у нас очень хвалила команду Optic Gaming за их очень хорошую атаку. Но здесь пока что она была не показана. Бондик за NBKM танцует. Она закрывает скрипт. Тут же Смоук. Но пока что оптики никуда не спешат. Бомба до сих пор у нас на старте мейна. Нужно забирать два последующих раунда для того, чтобы выйти на... Еще раз закрывается скрипт. На флайе просто не пускает. На флайе открывает дверь. Бондик закрывает дверь. На флайе открывает дверь. Нет, спасибо. Не пущу тебя к себе домой. И на флайе может не стучаться. И не звонить в колокол оптики. Еще не потеряли ни одного человека за 50 секунд. Довольно непривычное состояние для них, на мой взгляд. Опять же, Холл Рейзерс, кажется, тоже никуда не суются играть. Довольно пассивно удерживают своего оппонента при помощи смоков. Все еще имеются даже молотовы. Целых три штуки. Так что если грамотно их раскидать, то у Optic Gaming будут ужаснейшие тайминги. Опять же, вот она по хай. Дапс, хай-вей, выход от него. Раш падает. Все-таки у нас Бондик не смог разменяться у нас ни к сколечке. Оскар только сейчас выцеливает на флайе. Зеро заходит в спину, но Микс Владос шивает до красного выхода. От Микс Владос. Зеро сразу же понимает, что нужно присесть, потому что можно получить маслину в голову. Три на три. Бомба установлена. Станислав открывается на Англии. Микс Вайл не отпускает Оскара с пикапа. Последний Зеро. Его позиция уже известна. И ни в коем случае здесь не должны выходить оптики по одному. Ну, Зеро здесь не способен совладать. Опять же, он вышел против нескольких стволов. Важнейший раунд оптики для себя берут. Это факт. И остается только забрать еще один. И тогда 10-5. Это тот счет, которым можно бороться на второй половине. Хеллдро здесь, напоминаю, играет на сильный. А давай сейчас этот раунд, конечно же, им не хочется. Но оптики могут. Мы видим то, что даже с раскидками у них все в этом раунде было довольно неплохо. А Микс Вайл снова берет себя в ВП. Ну, не совсем работает этот девайс именно от этого испанца в рамках данного матча. Но посмотрим, возможно, вытянет этот раунд. Раш. Уже рашит, как бы это ни звучало. По мейну очень агрессивные действия за Молотовым. Опять же, он рассчитывал на то, что за огнем защитники могут его не заметить. И можно даже повесить какой-то шальной хэдшот. Вот Ангел на вентилях, контроль мидла довольно-таки существенный. Опять же-таки, поработали над собой ашеры, потому что в прошлом раунде они полностью отдали мид и из-за этого и проиграли, соответственно, его. Да, но при этом они усилились все еще B двумя игроками, вспоминая, что оптики именно туда рашили в последнее время. Точнее, первую половину первой половины. Ну и что касается оптиков, они в этот раз снова обузят A на флай, веселиться с дверкой. Теперь он сам закрывает эту дверь и даже не дает Бондику такого права. И Бондик расправляется с ним за такие наглости. Да, в смеси с рашем пробивает двух опорных игроков, правда теряют сами двоих. Так что размен 2-2 не такой уж плохой для Hellraiser в данный момент. Однако они дают этот аплайд. О, тики контролят кар при помощи Миксвилла. Ошибка от Бондика Миксвилл. И снова промах по зеро. Не мог он найти тот самый хедшот, хотя казалось бы, что реакция от Миксвилла должна была сработать. Дабс за смоком от китка хаешки. Раш за дальним танцует у нас, но и Hellraiser должны все-таки агрессивничать. Нет у нас раскидок. Есть только одни дефузы у Ангела. Если он пропадает, то нет шанса абсолютно взятия этого раунда. Через мох ловит у нас Стику. 55 хп, зеро пушит, дабс оф плент. И Миксвилл понимает, что его тоже будут пушить. Он и отрабатывает на своей позиции. Ангел падает, зеро и Стику должны забрать раша. Этим они и занимаются. Миксвилл оформил уже даблкил на этом ретейке. И Стик остается против него один на один. Вот они танцы и Стика их выигрывает. Гуд халф пишет оптики. Нет тайминга. Все-таки, да, бомба взрывается. У нас все еще в ушах. На самом деле нету контрстрайка. И что касается оптиков. Миксвилл в этот раз смог. Даблкилл от него был очень-очень важным. И он оформил. Так что он взял снайперскую винтовку не просто так. Но что касается Хелл Рейзерс, да, они дали шанс своим оппонентам взять еще два раунда в окончании. Что означает, что 10-5, да, нормальные шансы на второй половине. Особенно на сильной половине. Что касается атаки, эти Б-пленты, в конце концов, переименулись полностью А-плентами. И выход Смита, по факту, был самым-самым успешным. Именно вот предпоследний раунд. Именно Миддл гарантировал победу там оптикам. Ну и Хелл Рейзерс оказывались не готовы к таким моментам. Полез веножа у нас в прошлом раунде действовал бондик. Опять же таки, ты убиваешь скрипт. Зачем делать широкий стрейф на мейн и отдавать позицию? И три в три. И понятно, что атаке будет легче намного взять раунд. И опять же таки, даже при поставленной бомбе у нас Хелл Рейзерсы очень затянули выбивание. Только одни дифузы были от Ангела. Но извините меня, если у вас нет китов, то нужно хотя бы так поактивнее действовать. Потому что потом уже Стико просто не имел никакого тайминга. И Оскариш, непостоянная стрельба какая-то. То есть один раунд парень делает, дабл килл, трипл килл. Важнейшее, опять же, убийство демонстрирует. Но потом его просто нет. Такое ощущение, что Чеха включает, выключает как лампочку. Как эту дверь, которая была синей, и которую двигали туда-обратно бондик вместе с нафлайем. То есть я не уверен. Кстати, нам показывают наши социальные сети. Снизу там проходит у нас розыгрыш. И сегодня самый сладкий день по этому вопросу. Мы раздаем около 300 долларов по факту. Это два ножа за 50 или за 60. И один ножичек за 120. У нас в социальных сетях и твиттере. Подписывайтесь, ставьте там репосты. И участвуйте для того, чтобы выигрывать вкусняшки. Да, очень хорошее начало было у Hellraiser. Но, опять же таки, 10-5 это не тот счет. Сейчас будет все зависеть от пистолетного раунда. Да, если Ашевра добирает его, то я думаю, что должны без проблем у нас выходить на машину. Но если проигрывают, то у нас череда очень жестких встреч продолжится. Опять же таки, у нас ни одного раунда, вернее, даже ни одного матча не было в салат. Вообще, конечно, не хочется видеть Majors без Hellraiser. Парни достаточно сильные. Мало того, они достойны. Они проделали очень-очень большой путь. Они способны показывать очень классную игру. У них хорошие тактики, хорошая дисциплина. У них очень много людей, которые работают для того, чтобы команда показывала такой уровень. То есть это Амиран, это и Ломобот, это и Джонто, если я не ошибаюсь, он присоединился. Киберспортивный тренер. Да, да, да. Директор, да. Добавился к ним в состав. И Амиранова, опять же, слышали на DreamHack Masters, он участвовал в нашей аналитике. И парень по-настоящему мотивирован для того, чтобы работать с командой. И вся европейская команда, по факту сейчас это европейская команда, да, в ее составе. Чехия, Словакия, просто весь набор Восточной Европы, плюс, конечно же, Ангел и Бондик. И встреча на Эльбе, дорогие друзья. Ангел готов рываться на там троица игроков, тоже по флешку оптики. Один хэдшот полетел на нас, Ангел. Станислав отключает Оскара, боже мой. Миксуэлл, Зеро тоже вместе с Атику, падает Бондик, только этого Станислав, господи, все свои патроны в молоко. Но потом уже Миксуэлл оформил трипл килл. Какой пистолетный раунд. Оптики тащат, господи, они как будто знали, что будет этот выход. Да, возможно, они смотрели демки и знали то, что Холл Рейзерс на Аплэнт на ДКэш выходит. Хотя, опять же, как говорил, например, Есенин, мы не особо много видели и от одной, и от другой команды ДКэш. В этом случае аналитика сказала, что она не в курсе, как играет и та, и другая команда на этой карте. Я склонен им верить, Бондик тем временем с Тэк Найном и Смаком одним, плюс старые арморы, три Тэк Найна, ЦЗ и П250. XM-ка, да, вот на флая будет паровозик, выход на точку Б, Дапс, UMP-45 промахивается, но, опять же, там был пиксель за желтый у нас выход. Ну и Дапс также оформляет зеро, Оскар тут же отвечает, падает у нас Бондик. Ну и Дапс, наконец-то, у нас уже, скажем так, ничем не сможет помочь своей команде. Ангел также отрабатывает у нас Миксуэлл, а на флай на десанте. Не дали, не дали Оскару поставить бомбу просто при помощи осколочной гранаты, ювелирной от Станислава. Этот парень, кстати, оформил даблкил в предыдущем раунде, и именно его фраги были entry на выходе на мэйне, и сейчас он тоже уверен в своих откидках и стрельбе. Что касается Холл Рейзерс, очень обидно, очень обидно отдавать пистолетку и форсбай после такой защиты, но, опять же, сейчас придется играть экономически, значит, отдавать 10-8, и, по факту, это уже близко к тому, чтобы сравнять счет со стороны OptiGaming. Заостряется у нас лезвие этого противостояния этой встречи, дорогие друзья. Очень интересный матч у нас, снова выход на точку, а будем смотреть за на флайем. Этот ХМХешка может просто залететь под ноги четверым игрокам команды Ашер, но нет, они все-таки уходят от этого дэмэджа, все стоят за белым, но пока что смок мешает им совершить этот выход. Ну, скажем так, через дымовую завесу было бы уж слишком выходить самонадеянно. На флайне собрал информацию о том, что на B-плэнт и вообще на подходах нету Хэлл Рейдерс, так что все прекрасно понятно, что это будет именно А. На флайне попадает из своего шотгана Станислав, тем временем с красного пытается вот кого-то выбить, и добивает он двух игроков. Команды Хэлл Рейдерс с OptiGaming берут антиэкономические раунды, теперь Ашера имеет возможность закупить Калашникова, но не фуловые раскидки. Не было бомбы. Во всех трех первых раундах не устанавливали, извините, у нас бомбу ребята из команды Хэлл Рейдерс, потому есть только вот по смоку у Стико и Ангела довольно-таки неплохие раскидки. Бондик, Оскар и Зеро имеют в карманах. Но решили у нас ребята из команды OptiGaming тоже не особо менять девайсы. Да, появились АВП от Миксвелла, который он пытается реализовать очень агрессивно по направлению скрипа. Мне кажется, это тот самый момент, когда Ангелу нужно отращивать еще один наряд крыльев и становиться Архангелом. И пытаться вытащить команду, потому что если сейчас девайсный раунд будет провален, то все будет довольно печально с точки зрения как минимум морали. Это пять раундов подряд для OptiGaming. Сейчас мы ждем, как выход, куда так сочинение решат Хэлл Рейдерс выйти. Пока что они собирают максимальное количество информации со всех сторон. Ждут определенных ошибок от OptiGaming, но ясное дело, что канадцы не будут рашить. Они будут себе это позволять, только если они возьмут еще пару-тройку-четверку раундов и уже почувствуют себя суперкомфортно на стороне дефенса. На этой карте Хэлл Рейдерс пока что думает. И вполне возможно, что мы увидим какой-то флипсайд тактикс от них в этом моменте. Миксвелл немного проседает. Да, по ХП пробили его. 56 хеллспоинтов потерял испанский легионер канадской команды. 5 К-47 Хэлл Рейдерс. Да, есть раскидки. Два Молотова. И возможно будет как раз-таки раскидочка у нас по наполюне точки А. А там два игрока защиты. Тот самый Станислав и Миксвелл. Пошла раскидка. Пошел выход. Станислав будет первым опорником. Будет принимать с погрузчика. С нового погрузчика на карте ДК. Нафл Ангел вместе со Стика. Принимает двоих. Нафл отвечает на Ангела. Однако Бонтик за Кирилла. Он все обиды выливает. При помощи АК-47 Раш остается Соло. У Оптик Гейминг. Отличный атак от Хэлл Рейдерс. Все четко прочекали. Раскидали. Спокойствие. И труд. Все перед трудом. Провал от Нафл на погрузчике. Будем, скажем так, прямыми. Думаю, что в любом случае, да, он убивает одного игрока, который выходил на него. Зачем смотрел налево в смок, если на него могли выйти только с одной позиции через мейн. Но в любом случае это не только ошибка одного игрока. Также Станислав и Миксвелл ничегошеньки не смогли поделать в этом раунде. Ну и для Раша миссия невыполнима. Здесь сейв девайса. Откуда Сера знает о его местном нахождении? Положение, опять же, таки известно последнего из оптиков. Непонятно почему, но это... Это читы на ладах. И не переносится уже в следующий 20-й раунд, дорогие друзья. Да, ну а если кто-то есть, кто считает, что это 3-2-2, читы, все что угодно. В общем, все нарушения каких-либо правил. Вы сами прекрасно понимаете, что на отборах к мейджеру никто в жизни не станет делать ничего подобного. Я имею в виду именно 3-2-2-шки, например. Ну и, конечно же, прослеживают у нас ESL все очень-очень жестко. Даже, помнится, делали анализ на определенные допинги. Я не знаю, продолжают ли они это делать, потому что это очень своеобразная тема. В случае с киберспортсменами, Оскар тем временем находит опенфраг на Миксвелла. Дальше Дабс отвечает на Пондика, но Чех неумолим. Неумолим. Пока что Палач Чех, если можно так назвать, у нас Оскара в этом раунде. Будет также пушить далее. А у нас там только один одинешенник Раш. У него 5-7, 2 флешки и 1 смок. И он даже ими, возможно, даже не успеет воспользоваться. Только один смок вылетает. И он просто проходит через эту дымовую зависту. Ангел, почему ты забиваешь? Еще один Оскар падает. Стико только сейчас забирает Раша. И переворачивается у нас этот раунд. 2 на 2. Картина маслом. Почему, Ашеры, почему вы забиваете на человека, который рашил просто через этот смок? Замечу, что Раша это представитель США в канадской команде. Стико! Хороший выстрел в сторону Дабса. Опять же, Станисов отвечает тем же самым. Стико против Станислава. На кого ты ставишь? Стико! 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 Но! Нет, все-таки вылазит на погрузчик. И там уже за смоком стоял Станислав. У него хороший угол, хорошая позиция, которую он реализовал. На все 100%. 9-1-1. Уже не первый раз я замечаю такой счет в наших сражениях. Очень напряженные матчи. АВП появляется вновь от Оскара. На все деньги закупается Hellraiser. Только Оскар 3 900 получает у нас от него 0. АК 47 себе в руки. Стико тоже с этим девайсом. Два пистолета от Бондика и Ангела. Замечу, что Станислав демонстрирует далеко не самую дефолтную для него игру. У него топовый фракцат в команде. О его непостоянстве мы говорим на протяжении уже нескольких месяцев, если не полугода. И сейчас он демонстрирует, что он действительно достоин играть в этом составе. Что касается Миксвелла, его пока не так уж сильно хватает, что на атаке, что на защите. Пара-тройку замечательных раундов. Но то же самое, что и у Оскар. Нету постоянства в стрельбе из снайперской винтовки. Ну и Hellraiser, судя по всему, хотят выйти то ли на Б, то ли на мид и уже потом на Б. Пока что да, нужно действительно создавать эффект присутствия по направлению мидла. Да, у вас нет оружия, но это не проблема. То есть снайперская винтовка. Нужно напрягать им на мидл, нужно направлять те расстояния, на которых может работать Оскар, но промахивается по Миксвеллу, который действует у нас за дальним. И будет перенаправление вектора атаки на точку Б. Действует довольно быстро. Сейчас Ашеры, Раш, будет принимать этот выход с Вентрумы. Да, вместе с ним вдвоем они находятся на планте. Откидки флешек, контрфлешки. Но Hellraiser ищет те самые тайминг, которые помогут захватить от Б, Флэнд. Откидка смока на хелпу, на девятку моута в раш. Месси с Давсом погибают. Стика здесь голосует за себя на флай. Держится через хелп, точнее расстреливает через смок хелпу. Жесточайший аим от Стика. Господи, как же он переводится на флай. Станиславе Миксвелл понимает, что у них нет шансов на выбивание точки Б3 в 5. И они отходят на сейв девайсов. Это АВП, Калаж и Кольт. Но и Стика смог заработать для своей команды те самые преференции, которые позволили выйти на 12 по счету раунд. Да, но и оптики с этим сейвом хотя бы смогут поддержать свою экономику на плаву. Hellraiser очень классный выход. При том, что было два пистолета, минимальное количество раскидок. И они все были полностью реализованы. Это смок на хелпу моутов, на девятку. И дальше уже Стика мог без всяких препятствий расстрелять двух своих оппонентов. Причем, даже если бы это сделал бы не он, то на размене рядом с ним находился весь состав его команды. И восставшие из зада вполне возможно восстанут из ДКэша. Восстать нужно действительно, потому что пока все есть карты в руках у ребят из команды Hellraiser. Оптик гейминг. АВП от Миксела. Закупка на все деньги. Ничего не остается в карманах. Дабс с Фамосом вынужден нас отыгрывать. Но здесь все или ничего для оптика. Опять же таки, если Hellraiser берут этот раунд, то выходят на 14. Будут пистолеты в следующем мототе. Оптика посмотрим. Ангел расстреливает железки. Миксул держится пока что на планте. Не знаю, что даже продемонстрировать оптикам сейчас стоит. Потому что никакой агрессии, например, они не показывают. Какого-то фишечного раннего пуша тоже нет. Бэйплент вообще супер пассивен. Никто не контролирует точки винтрумы. Никто не пытается там, допустим, рефраг какой-то. О, дабл пуш связки сделать. Сидят просто на планте и точка. Теперь на мейне дабл раш от Станисловой компании. Но никакого эффекта. Сико через хрип также получает под себя Молотов. Который его вынуждает все-таки отойти. И будет все-таки выход на Зеро. А какая хорошая позиция Дабса должен добирать 100%. Он этими занимается. Но раш тут же отвечает, зачем все-таки Зеро выходил. Ну, с другой стороны, оставшись он там. Раш просто-напросто по инфеме его забрал. В любом случае, шикарный момент от обеих команд. Стика тем временем собирается открывать дверку. Ту самую синюю. Ангел думает, что же ему тут делать. Всющий бомба лежит на главном выходе. Ну и Хелл Рейзер. Остается у них 42 секунды для того, чтобы продемонстрировать выход на одну из точек. Станисла! О, куда? Без чека Ангел выходит под его прицел. И, конечно же, Станисов этим воспользовался. Не станет же он ждать, когда Ангел начнет откидывать гранату. Пытается исправить ошибки своего тиммейта. У него получается забрать голову на флай. А также Станислав у нас заходит на Мейс. Дико не перестреливает противника. Выход тем временем на Раша. Он под флешку выходит. И тут же на прицел к Оскару. Миксвелл разменится. Бондик падает. Оскар пропрыгивает под флешку. Но все-таки Миксвелл слепущий добирает противника. Зачем? Зачем не принимать эту дуэль? Опять же таки, Миксвелл был абсолютно вне позиции. Оскар мог разменять. Но он решил не разменивать. Просто пытаться уйти от своего противника. Повтор все показал. У меня нет слов. У меня реально сейчас нет слов. Что это было. Мог бы убивать Миксвелла, но потом, я думаю, потащил. Такое ощущение, что они решили, что они маленькие кролики в тире, которые должны сейчас протестировать Миксвелл на его скилл. Не сказать то, что у Миксвелла все сегодня было без проблем. Да, парень не попадал порою. Но рассчитывать на то, что ты можешь просто пропрыгнуть сквозь снайпера. Или тот отвернется, или еще что-нибудь такое. Ну, довольно наивно, как минимум. На флай тем временем должен принимать выход на Аплэнд. Хеллрейдерс решили, что нужно играть через А в клоузей станции. Надо зажимать своего противника стэк-найнами. И Станисов, отвечает Назара Ангел, смог уничтожить этого парня. А именно Питера Оскар, минус Испанец, Стика с Бонником остаются Стика. Этот парень показывал очень-очень много в этой карте. Но что сейчас? Ну, хотя бы бомб поставили. Последний нас Бонник, очень красный, добирает его Раш. Да, был хороший град из гранат по направлении точки А у нас от команды Хеллрейдерс. Но все-таки, скажем так, не смогли укрепиться. Там были отличные позиции, реализованные от ребят из команды Optic 11-12. Вплотную у нас североамериканские игроки подбираются к восставшим из ада. И даже могут выходить на временную ничью. Сейчас будет, конечно, бай. Но в любом случае Оскар будет без армора. Именно так. Я напоминаю то, что это матч за выход. Уже сейчас любая из команд сможет занять слот на мейджоре ESL One. 1 миллион долларов. Кёльн, главный чемпионат лета. Опять же, статус. Статус решает все. Мало того, наклеечки, маленькие медалечки, все что угодно. И, конечно же, каждой команде сейчас очень-очень важно победить, чтобы потом не трепать себе нервы. Да, можно еще потрепать, если попасть на какую-то очень жесткую команду. Но у нас только одни жесткие. Сегодня останутся на три последних встречи, дорогие друзья. Но мы переносимся в эту подсадку от Hellraisers. Вновь активные действия по направлению медла. Ангел уже на вентиле готов выходить на точку B. Там Дабс за железным танцует, откидывает смог, который пресекает агрессию от команды HR. Раш. Тот самый парень, который демонстрировал очень-очень классную стрельбу на протяжении этих трех дней. Сейчас пока что смотрится намного-намного более с Blacklaw и Rush. Минус на Ангела, минус Zero, минус Бондик. Все валятся у Hellraisers. Этот B заход вообще ничем не закончился, кроме большой-большой трагедии. Как Титаник падает Hellraisers на счет 12-12 на второй половине. Захлебывается атака Стику. Один из лучших представителей своей команды на этой карте, во всяком случае, но ничем не смог помочь. Никого уженьки из стана команды Optic не забирает. Только одного Russia пробили, 30 Hells Point его оставили. Дабс 73. Ну и Optic сейчас выходит на очень жесткую экономическую ситуацию. Посмотрим, посмотрим, к чему все это приведет. Пока что напряжение именно моральное, даже не только экономическое. Для Hellraisers нужно выйти из стилта. Сегодня уже флипы выходили. Другая цена команда тоже должна. Ну, если бы более точно, то это европейская команда. Но мы-то болеем за Hellraisers с малых лет. С того момента, когда там были легенды, которые, в принципе, сейчас тоже есть в другой команде, которая будет сыграть сегодня. Что касается Optic Gaming, это невероятный перелом с точки зрения того, что они демонстрируют. Защита — это их поле. Атака, да, они еле-еле взяли 5 раундов, но сейчас это совершенно другая команда, которая хочет выигрывать. И только сейчас они проснулись, и мы видим более-менее адекватную стрельбу здесь и тех канадских чуваков, которых мы видели вчера и позавчера. Основная огневая мощь на руках у Стико. Четыре пистолета от остальных HR-ов. В P250 у всех есть наборы флешки, ХАЭшки, но и с Макии. И будет у нас вновь выход малоненосный на точку, а там Микселл с АВП готов. Пиксель просто встречать, устраивать фотосессию своим противникам. Если еще мало, то будет откидка. Раш получает смог под себя. Будет также от него работать. Но и Микселл не выпускает зарпелем. Переключается на P250. И также голова на Оскаре. Бондик тут же отвечает на нафлай. Но тут уже Станислав с короткого добирает. Владислава Нечи, Парчука, Стико и Ангел до сих пор не на планте. И они не будут там, потому что Микселл не выпустит. Станислав также вместе с ним падает Стико. Ни одного, скажем так, вразумительного действия от HR в ходе последних трех раундов. Ну и сейчас еще и будет недобай. Две 950 у Стико, если я не ошибаюсь. И это, конечно, совсем-совсем неприятно. Нам показывают, как HellRaisers не смогли выйти на этот АПЛЕНД. Ну и Оптики вынуждены будут сейчас сражаться против Девайсного, но Стико и Дизерт Игл. Это неприятно. Мало того, Стико сейчас является самым главным врывателем на районе. Оскар 21 фраг. Стико 20. И Оскар, кстати, еще и без армора. Зато с АВП. Микселл пуш на мейн. Должен читаться. Опять же такие агрессивные смухну под флешку. Микселл отворачивается. Какой же тимплей от команды Оптик в этом мини-моменте в демонстрации, дорогие друзья. Наглядное пособие. 4 в 4. Довольно-таки все неплохо, но нужно также Оскару выходить. Нет. Армора вновь у Томаша Штясный. Это большая проблема. Любое попадание приведет к землетрясению у него на экране. Стико также через скрип у нас действует. У него Дезерт Игл, Пустынный Орел. Называйте этот пистолет как хотите. Нужно попадать только в голову, чтобы выигрывать этот раунд и выходить на временную ничью. Нужно ощупать слабое место Оптиков и по нему бить. Hellraiser довольно мало пользовались мидом на этой атаке. В принципе, в последнее время команды на этом чемпионате вообще забывают про эту точку. И, наверное, стоило бы немножко напомнить. С другой стороны, вполне возможно, что сейчас адекватные флешки помогут зонировать того же самого Станислава. И дальше забраться с этим выходом на А-планетной Оптике. Смотрят и ждут. У них все еще есть одногранатное удержание именно Моутов от Раша, который, правда, находится на Б-планете. И Станислав, Станислав пытается все-таки найти тот самый тайминг, который поможет ему законтролить этот выход на ранней стадии. Стико мог просто в спину забирать противника. Она тоже словил плохой тайминг. У нас будет выход. Пошла раскидка. Смог на перетяжку у нас на короткий миг. С волны выпускает Zero через мидл. Работает на все 100%. Этот парень, этот испанец не отпускает. Также и Стико Станислава уже имеется кроссфайр. Позиция, которая используется по назначению. 14-й раунд для команды Optic. Нет денег. Но вы держитесь, Ашеры. Пауза. Мне кажется, что пауза слишком поздно. 14-12 это пауза от Flipside Tactics вчера. У них такая же примерно была. Я, честно говоря, не представляю, что здесь можно нашифровать. Больше работы по миду? Возможно. Больше работы раскидками? Возможно. Ну а так, по факту, очень много Mixwell делает. Он полностью законтролил этот выход с хайвея, с мида. И, может быть, стоит просто забить на позицию, которая занимает Mixwell, а точку и попробовать добивать Раша с Табсом или кто там находится, по-моему. Ну, Раш точно. Там к нему приходят разные люди на смену. И Раш сегодня не так хорош. Американец Дана А исполняла на Б, когда он играет этот дефолт глубокий. Опять же, замечуя то, что разнообразие в защите оптиков на Б планте отсутствует. Они практически всегда ставят просто даблой на этом планте. Прямо внутри. Глубоко-глубоко. Откидать туда пару молотовых – это не проблема. Плюс смог на девятку и изи катка. Но кто его знает, о чем сейчас думает HellRiders? Пока они думают только о том, чтобы попытаться выйти на точку А. То есть, возможно, стоит подействовать как-то более, что ли, гибко. Если вы планируете выход на А, то выпускайте того же самого Оскара на белый. Пусть отстреливать Mixwell, который постоянно то ли за красным, то ли за дальним у нас танцует. Нужно зонировать. Потому что испанца-то начало переть в самом важном матче. Я напоминаю, что победитель этой стычки выходит у нас сразу же на девятый по счету Major Tournier на ESL 1 в Кёльн 2016. Но проигравший не вылетает. Ни в коем случае он еще сегодня будет бороться. Но какой кровью? Думаю, система там какая-то довольно сложная. Мы к ней попозже придем. Наверняка студия аналитики ее изучит и расскажет. Там head-to-head, round-to-round, еще какие-то вещи творятся. Я, честно говоря, реально не в курсе. ESL понапридумывал там сверху этой швейцарской системы еще сегодняшнюю новую, ну точнее не новую, а дополнительную приставку к этой системе для того, чтобы решить, какая команда выйдет последней. Напоминаю, что всего 16 и 8 слотов. Довольно легкие квалификации. Если брать среднестатистические те же самые ESL Pro League, да, у нас имеется там целых 14 команд и только 4 выходят. Но в этом сезоне было 12, если я не ошибаюсь. Добавилось еще и 2, так что 14 и всего 4, например, места. И плюс американские дивизионы там тоже самое. То есть всего 8 команд выходят, но борется это 24. А здесь всего 16. Это не так много, если брать то, что половина из них выдвигается в сторону мейджора главного этапа и едет в Кёльн в начале июля. Много слотов достаточно. Но в любом случае, вот по системам проведения, это же швейцарская, да, ставки повышаются. И должны вот другие стандарты быть по отбору коллективов на эти самые турниры. То есть должны выступать только самые ответственные, самые подготовленные, но и ашеры на ваших экранах. Сзади в спине у нас сидит ломобот, и ему нужно найти слова для того, чтобы как-то образумить свою команду, потому что сейчас можно отлететь от оптиков, которые просто даже без тренера играют. И, ну, посмотрим. Пока что Миксфула очень сильно прет на АМ. Возможно, стоит или его там как-то более успешно зонировать, или даже избегать. Именно так, именно так. Ну, вообще, в принципе, карта TheCash давным-давно считалась картой Hellraiser довольно сильной. И многие команды избегали играть именно на ней вместе с оставшими из Ада. Но оптики не боятся, мы видим. Они довольно серьезно сейчас выступают. 12-14. Это тот самый счет, из которого придется возвращаться Hellraiser, если они хотят попадать прямо сейчас на лан-финалы из Сэлован Кёльна. И надо двигаться, и двигаются они в сторону Б-планта, потому что у них пистолеты, и они хотят выходить на клоуз-дистанции. Наконец-то то самое Бену там дабс, которого очень сильно перла во вчерашнем игровом дне, но еще и раш на генераторе. Хэдшот на генераторе тоже готов отстреливать голову противника. Ну и Ашеры подошли, но опять же-таки, что дальше? Молотов также откидывает раш под себя, смог тушить сразу же Молотов. Какие отличные действия, точечные от команды Optic Gaming, но до сих пор Ашеры не выходят. Так затягивать, уже есть хэлпа от Миксфелла. Миксфелл тут как тут, кстати. У нас просто вырывается с тэк-найном, забирает Ангела. Стико тут же отвечает. 4-3 позиция, Зеро ошибается у нас. Стико Оскар падает, но Зеро тут же исправляет эту ситуацию. 2 на 2. Есть реальные шансы, хэлрейдз в этом раунде. Они уже дошли до Б-планта, они уже ставят бомбу. И Optic Gaming сейчас должны собраться. Есть раскидки у Станислава, есть Мотов, есть флешка. Под это дело на флай может хэлпы сейчас двигаться в сторону генератора. Опять же, Зеро не получает этого дэмэджа от Молотова. Буквально Пиксель разделяет его от собственной смерти путем зажаривания барбекюшницы. Бондик вместе с Зеро падают. Найвеннейшие два фрага от Optic Gaming. Я не понимаю, вот вы имеете на руках тэк-найны. Вот Бондик, зачем уходить на такую длинную дистанцию? То есть ты стоишь, смотришь в Пиксель. Ты с тэк-найном, да, хотя бы был бы АК. Эта позиция была бы оправдана. Но твой противник заходит на хэдшот, ты промахиваешься с тэк-найна и у тебя, оказывается, нет ничего под рукой, чтобы убить противника. И ты отдаешь Зеро, который был красный на пленте. То есть я не понимаю, дорогие друзья. В любом случае, эта ошибка очень большая от звена команды HellRaisers, но есть еще шансы. Верим, Оскар с АВП 4АК 47 хорошо по экономике себя чувствует в этом раунде. А Шеры нужно тащить. Да, именно так. Я не знаю, что уже много людей заметил, что мы немного подтапливаем за HellRaisers. Да, на финальном дне довольно тяжело просто без эмоций смотреть и здраво рассуждать. Optic Gaming вышли уже на 15 раунд. Я за допы, просто ради интереса. Ну а дальше посмотрим, кто будет сильнее. Хотя, судя по всему, сильнее могут оказаться канадцы уже в начале, чем в основное время. Где стрипа? Раш. Хотел я сносить. Я не знаю. На флай через скрип у нас тоже раскидку ведет. Но проблема его состоит в том, что у него всего лишь 8 хаус-поинта, уже 0 из-под шквального огня Ангела. Он не ушел. 3 на 2 Оскар уже за прогрузчиком. Я напоминаю, что на точке никогошеньки нет, но АШеры об этом еще не знают. Будут чекать абсолютно все позиции. Но если брать то, насколько жестко испанца прет, и плюс он остался еще и с Дабсом, с одним из самых сильных игроков Optic Gaming в протяжении этих трех дней, то шансы есть. Но у Hellraiser есть преимущество. Ведецовых трех стволов против двух. Дабс решает подождать своего тиммейта. Микс выведет через шифт на дверочку. Такое ощущение, что оптики вообще забили на этот раунд, но все-таки движение имеется хоть какое-то. Оскар видит своего оппонента. Ждет его. Выход SkyWay удачный для Миксова, потому что он смог разменять своего противника, но за рамновейнейшим образом убивает испанца. И Hellraiser все-таки берут тринадцатый и держат своих оппонентов еще в напряжении. Да, надежда. Жива. Еще выживает у нас АШеры в этом раунде, но есть экономика от оптиков. Будут у нас автоматические девайсы. Да и не только АВП от Миксвелла. АШерам нужно что-то придумывать. Возможно, стоит зафейковать. То есть у нас еще не было фейковых раундов от Hellraiser. Стоит, возможно, сделать какую-то раскидку очень целенаправленно на точку А и выйти на Б. Посмотрим. Возможно, этими воспользуются у нас ребята из команды Hellraiser. РАШ очень агрессивная позиция по направлению точки Б. А Бондик уже чекает позицию нами для Ангел вместе с ним в одной связке. Попытка. Попытка выйти, судя по всему, на миддл, на хайвай. Главная проблема всегда в этой позиции был Миксвелл. И именно он, как обычно, сидит в углу и передвигается сейчас в сторону красного или машины. Да, он двигается в сторону машины, поэтому он не будет просматривать хайвай в этой позиции. Кроме этого, здесь смок мешает ему стрелять. Все очень грамотно сделано в этот раз от Hellraiser. До этого этот момент был не читаем. Оскар контролит с буста миддл. Все-таки ждут передвижений и ошибок от Optic Gaming. Нужна ротация от Hellraiser вскоре. Ждем, ждем. И выжидающая игра от обеих команд. Никто не хочет делать ошибок. И это прекрасно понятно. Очень и очень важный раунд. Выход на точку. Оскар уже палится флешкой. Тут же Молотов на флай. Он за погрузчиком. UMP45 танцует. Также у нас скрипа. Стика будет выходить. Ангел через короткий. Абсолютно слепой на флай. Но почему никто не выходит? А Молотов не пускает через мейн. Ну и на флай просаживается. Но имеет еще свою позицию. Оскар отстреливает Миксула. Наконец-то Ангел вне позиции. Оказывается на флай. Но Станислав 2 кг. Но все-таки падает. Оскар выживает в этом раунде. Ангел не выпускает за пикапа. Дапса. Раш последний на коротком. Никому нельзя отдаваться. Посмотрим. Посмотрим. Мне кажется, Раш просто решит уйти домой. Но ему не дадут чех. Выстрелит ему в спину из АВП. 14.15. И вот он решающий раунд для выхода на допы. Опять же, это только допы. Нужно еще очень сильно напрягаться. Холлрейс оптиком. Соответственно, с этим не хочется отдавать последний раунд. Но здесь Сезехи и 5.7. Фамос. И, наверное, еще пару пистолетов появятся. Может быть, Раш себе возьмет еще один Фамос. Да, именно так оно и есть. И мы видим, что канадцы остаются обескровлены экономикой. И сейчас нужно что-то демонстрировать испанцу, американцу. Именно Миксвелл и Рашу. Да, мы на пороге допов, дорогие друзья. Вторых по счету, кстати, на этом чемпионате. Но не стоит загадывать. Оскар на выцеливание агрессивной позиции своих противников на мейне. Есть у него поддержка от Стику. Но, опять же таки, тот самый Стику у нас на скрипе. Оскар промо. Хоть у него 20 хеллспоинтов. Как же жестко его простреливает там. Но и Стику должен выходить на позицию к нафлаю. Встречает Миксвелла и его Диггл и тут же отправляется в ад. Оуу, Миксвелл заправил острым соусом сейчас Стик при помощи Дезерта Глай. Очень сильный, очень красный Оскар. 20 хп у этого парня осталось. Дальше падает еще и Карасев. Кирилл, где ты? Но Бондик вместе с ним почил в будине. Оскар вместе с Зеро остались вдвоем. И, судя по всему, легчайший раунд, который должны произвести были Hellraiser против. Не добавя Opti Gaming проваливается именно сейчас. Но все еще есть порох в пороховницах, показывает Чех. Он говорит, парни, с Томышем шутки плохи. И Миксвелл отлетает первым со стороны Opti Gaming. Вак-вак от Чеха. Но есть еще Зеро, тоже фулловый. Нужно разруливать 2 в 4 ситуация. Да, на флай красный. Никто из оптиков не высовывается из своих позиций. Напоминаю, что на точке Б у нас дабс. Дабс на флай. На А за погрузчиком. Девятка. Это Станислав. Раш также на восьмерке здесь. И тоже могут очень хороший тайминг сейчас ловить ребята из команды Hellraiser. Это будет выход на точку Б. Зеро перекрыл перетяжку. Есть реальные шансы найти здесь Раша вне позиции. Он совершенно не ожидает увидеть своего оппонента. Однако Зеро решает, что нужно дропаться с девятки. И просто подставляет свое лицо под спрей Раша. Ровно то же самое и делает Оскар. И Hellraiser проигрывает в этом сражении. Мы видим, как оптик гейминг радуется выходу на главный чемпионат лета. А что было бы, если бы Зеро пошел не через верхний? Да, он бы просто зашел бы в спину Раша. А дальше кто его знает. Потому что на Б планет можно было бы поставить бомбу. И дальше уже играть из позиции более привилегированной. И я не знаю, что сейчас произошло. Но почему-то Hellraiser в какой-то момент заставили нас верить. И потом эту веру разбили. И еще одна попытка есть. Поздравляем мы команду Optic Gaming. Очень крутой матч. И канадская пятерка заслужила. Сто процентов. Да. Без вариантов. Вторая половина показала то, что парни очень-очень серьезно подготовили эту карту. Ну, а расскажет нам о ней более подробно, конечно же, студия аналитики во главе с МЭК. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!